Артём и Валера вместе с экшн-камерой проехали автостопом по России и Казахстану 9 тысяч километров. Любопытство толкало их на эксперименты, новые знакомства и приключения. И всё это обязательно попадало в объектив дорогой им камеры. Ребята, что для вас теперь камера? Ну, вообще мы с Тёмой ощутили даже, когда ехали, что камера, она дороже всего у нас, там, дороже наших почек, дороже документов. Дороже жизни. Да, дороже жизни. Потому что камера нас в дороге выручала тысячу раз. И тут они действительно не преувеличили. Ребята даже провели эксперимент в Казахстане. Стоило им достать камеру, рассказать, что они путешественники. И их главная цель – доказать всему миру, что добрые люди всё же есть, как их с радостью бесплатно подстригали, поили чаем. Даже из кафе голодные автостопщики не ушли без трофеев. А однажды после неудачной съёмки еле унесли ноги. Камера у нас вовремя не включалась, наверное, из-за того, что у нас был большой выпрылеск адреналина. К примеру, в Ростове на нас наехали такие крутые пацаны. Ночью. И если бы мы включили камеру, был бы, конечно, суперсюжет. И набрали бы кучу просмотров, потому что нам угрожали ножом и всё такое. Но если бы они нас поймали с этой камерой, сами понимаете, чего бы было. К путешествию через всю Россию ребята подошли ответственно. Широкоугольную спутницу выбирали тщательно. Смотрели обзоры, читали статьи в интернете. В итоге камера сослужила им хорошую службу. И ни разу не подвела. Смотрите на неё, да, то есть рука у тебя не устает, когда ты снимаешь. То есть в любой момент, в любой карман, она всегда лежала у нас на грудных карманах где-нибудь здесь. И всё, то есть, о, она даже включилась. И вот к ней ещё такие у нас часы, они вообще нас спасали прям. А вот с такой камерой более 30 лет назад приходилось слазить по горам, бегать за коровами или за удачным кадром оператору Борису Аникееву. Если кормилица автостопщиков всего 150-граммовая экшн-камера, то техника целой съёмочной бригады тогда вместо походного рюкзака занимала не один чемодан. Ну вот смотрите, вот я собираюсь в командировку. Два комплекта света, два чемодана света, осветитель, камера тяжёлая, да? Это установка света, это четыре прибора по, ну я не знаю, по 15 килограмм. Снимали сюжет где-то полдня. Через его руки прошло немало камер. Сначала напольное, затем потаскать на плече пришлось 16-килограммовый телевизионный журналистский комплект ТЖК. Как бы со временем не менялась его камера, становилось меньше и легче, благодаря ей он объездил всю страну, побывал в горячих точках, получил множество наград, известность среди коллег, а главное знакомство и воспоминания. Приезжали сюда вот поэты, а Куджава, ну это же личности, личности. То есть это вот, вот это запоминалось, намного запоминалось. Через камеру, через камеру, намного быстрее узнаёшь людей. То есть смотришь в глазок на человека и видно, что за человек, понимаете, там. Ну, я не знаю, это, ну это жизнь моя, понимаете, камера, это жизнь моя, да, вот, с которой я прожил хорошо, рука об руку.